друзья всем привет жилой комплекс бригантина квартира площадь 88 квадратных метров закончили этап инженерного ремонта сейчас быстро пройдемся по квартире расскажу про этапы и материалы которые мы здесь использовали подписчики которые давно подписаны на наш канал знают что все этапы работ и материалы у нас стандартизированы то есть каждая квартира у нас делается по одному и тому же алгоритму по одной и той же последовательности везде одни и те же материалы то есть у нас один вид штукатурки используются один вид грунтовки кабеля черновой сантехники и так далее это делается для того чтобы максимально повысить качество работ и сделать так чтобы на каждом объекте было все интуитивно понятно и предсказуемо то есть если вы будете ездить по нашим объектам то увидите что квартиры на черновом этапе отличаются лишь только планировкой остальное везде все одинаковое это позволяет держать высокое качество при большом количестве объектов и первое с чего стоит начать это подготовительные работы то есть мы укрываем окна входную дверь места общего пользования для того чтобы защитить все эти поверхности от повреждения или попадания пыли для окон мы используем вот такую розовую пленку производитель фолсон это один из самых лучших вариантов для того чтобы закрыть ваши окна от попадания пыли использовали синий скотч красный и так далее он со временем высыхает оставляет следы и даже вот с этим скотчем желательно раз в месяц его менять то есть снимаете пленку клеите заново и соответственно наносите скотч и еще забыл сказать что в подготовительные работы входит монтаж временного освещения на объекте всегда должно быть светло потому что работы которые делаются ночью должны и приниматься ночью естественно мы этого не хотим то есть хорошее освещение повышает производительность работ на 15 процентов возведение перегородок стены мы строим из газобетонного блока толщиной 100 миллиметров не доводим кладку до потолка 2-3 сантиметра это делается для того что если у вас плита немножко просядет когда этажи выше нагрузят сделают ремонт эта плита может давить на вашу вновь заведенную перегородку для того чтобы этого избежать делается зазор и потом пенится при помощи монтажной пены кладку мы обязательно армируем можно армировать каждый ряд можно армировать каждые три ряда армируем мы при помощи базальтовой сетки кто-то на в комментариях пишет что дано арматурой сеткой да действительно в 19 веке арматурой делали забивали еще в монолитный пилон это все делали жесткое закрепление да это все было хорошо но сейчас двадцать четвертый год пора двигаться дальше поэтому мы используем базальтовую сетку перемычки для перемычек мы используем уголок с полкой 45 миллиметров еще один лайфхак этому полку заворачиваем во внутрь блока то сделаем пропил при помощи болгарки и две полки уголка заворачиваем внутрь чтобы с этой стороны стены сделать максимальную адгезию штукатурки то есть у вас полка будет заворачиваться вот сюда то штукатурка с этой стороны может не прилипнуть и плюс еще вот сразу скажу армируем вот эти вот места при помощи базальтовой сетки на этапе штукатурных работ чтобы избежать появления диагональных трещин диагональные трещины всегда появляются после того как вы покрасили стены то есть вы там уже в ближайшее время будете заезжать это очень неприятно поэтому эти места мы делаем максимально жесткие максимально армируем для того чтобы избежать этих всех ситуаций какой толщины использовать блок можно использовать 100 миллиметров можно использовать 150 можно использовать полтинник 75 и так далее то есть зависимости от ситуации то есть базовая толщина у нас 100 миллиметров но если вам необходимо сделать какой-то там простенок для шкафа то можно использовать и 50 миллиметров и 75 если у вас стена которая разделяет два помещения то лучше использовать блок 100 миллиметров что важно при возведении перегородок нам нужно соблюсти геометрию то есть наших дизайн проектах мы указываем параллели для того чтобы не было подрезок чистового материала то есть мы прямо на плане наносим параллельные линии как должны быть построены стены где параллельность где 90 градусов то есть если мы сейчас с вами рассматриваем коридор с правой стороны и с левой эти две стены у нас абсолютно параллельно когда будут укладывать чистовое покрытие у вас не будет никакого ромба у вас ваша плитка либо керамогранит четко лягут и не нужно их будет подрезать не слева не справа как только закончили возведение перегородок зовем нашего технодзора сдаем работу и переходим к следующему этапу следующий этап это механизированная штукатурка стен вы спросите а можно штукатурить вручную можно но механизированным способом намного быстрее и смесь замешивает машина а не мастер то есть мастер в тазу мешает ротбанд много он воды добавил мало непонятно то есть у вас везде смесь будет разная по тактико-техническим характеристикам когда вы кидаете механизированную станцию то там четко дозированное количество воды и у вас смесь на всех участках стен однородная то есть везде прочностные характеристики одинаковые когда вы выполняете штукатурные работы не доводите штукатурку до потолка оставляйте такой же зазор 2-3 сантиметра также в избежание давления плиты перекрытия на ваши перегородки то есть вы максимально обезопасите себя от появления трещин в местах где у вас стыкуется монолитный пилон и газобетонный блок идет армировка при помощи базальтовой сетки это позволяет тоже избежать появления трещин на этапе штукатурных работ если у вас в проекте есть скрытый плинтус берите профиль для гипсокартона 27 на 28 п.н. и прибивайте его по периметру и не штукатурить и до этой границы это позволяет сэкономить кучу времени и кучу денег и заказчику и вам потому что как если вы до штукатурить и до самого пола потом вам нужно будет от штабливать это все уровно до по четко ровной линии это тяжело сделать поэтому лучше сразу набить профиль и до штукатурить ровно до этой границы на этапе штукатурных работ финально мы делаем углы 90 градусов если мы говорим про кухню то здесь у нас углу 90 градусов здесь тоже угол 90 градусов если мы говорим про места где у нас шкаф а вот здесь у нас будет небольшой шкаф здесь тоже углы 90 градусов то есть мы на этапе возведения перегородок стараемся сформировать углы 90 градусов там где это нужно а на этапе штукатурных работ уже финализируем и делаем просто пушечку чтобы все было миллиметр в миллиметр сделали вы штукатурку ей нужно отдохнуть отдать влагу набрать прочность желательно 5-7 дней зависимости от толщины слоя штукатурки не подходить то есть не штробить под электрику не штробить под сантехнику вот дать квартире немножко отдохнуть конкретно штукатурки то есть если у вас теплое время года то открываете окошко чтобы лишняя влага выходила и чтобы процесс высыхания протекал немножко быстрее если речь идет про зиму то окна открывать ни в коем случае не надо еще один важный момент нельзя чтобы был сквозняк даже если у вас лето допустим квартира распашонка мы заштукатурили открыли окна и все будет барабан штукатурку вас отвалится то есть можно открыть окно с одной стороны чтобы просто было небольшое вытягивание влаги из квартиры штукатурка высохла приступаем черновой сантехники сейчас вам покажу какой компактный узел мы собрали здесь у нас водные краны и система защиты от протечек проточный водонагреватель счетчики редуктор давления фильтра тонкой очистки коллектор на горячую холодную воду компенсатор гидроудара у нас на горячей воде и на холодной уместилось это все вот здесь вот порядка 80 сантиметров на полтора метра чуть больше одного квадратного метра и вот такой насыщенный водомерный узел все у нас уместилось все аккуратненько чистенько и красиво по материалу труба у нас рихау коллектора у нас фар редуктора и фильтра тонкой очистки у нас тоже производитель фар система защиты от протечек от производителя никто теперь вопрос на миллион долларов нужно ли менять отопление от застройщика правильный ответ нужно но многие считают что ничего делать не надо застройщик несет ответственность если у вас что-то случится то они будут судиться застройщиком и застройщик все им компенсирует но если мы посмотрим акт балансового разграничения то вы увидите что за отопление которое начинается с порога вашей квартиры уже отвечаете вы поэтому вся ответственность лежит на владельце квартиры мы настоятельно рекомендуем делать замену отопления от застройщика это тройниковая система большое количество соединений которое прячется в стяжке если вы уже переделываете отопление на лучевую систему то все соединения у вас открыты и они всегда в прямой видимости если что-то произойдет то вы об этом узнаете на данной квартире мы заменили систему отопления от застройщика и еще один плюс когда мы меняем трубы и меняем систему подводки то есть если мы посмотрим сбоку то вы увидите что здесь у нас боковая подводка из стены то есть из пола не будут торчать никакие хромированные трубки то есть при укладке чистового покрытия это будет намного эстетичнее нежели бы здесь вам пришлось столовое покрытие резать мазать герметиком ставить какие-то заглушки и при уборке это очень удобно нежели вот вариант когда у нас идут трубки из стяжки поэтому когда мы меняем систему отопления застройщика мы еще меняем боковую подводку которая выходит из стены отопительному прибору закончили инженерную сантехнику что дальше а дальше у нас полусухая стяжка полусухая стяжка делается за один день не забываем делать демпферные швы то есть разрезать стяжку не забываем делать ее разного уровня вот видите у нас санузел и коридор разный уровень то здесь напольное покрытие толще чем санузле это нужно учитывать исходя из дизайн-проекта заранее понимать какой будет чистового материала если вы об этом не позаботитесь вы просто потом купите наливной пол просто заплатите за материал и за работу и его еще могут криво залить поэтому лучше изначально сделать стяжку по уровню по разному уровню до в зависимости от чистого материала это поможет вам сэкономить и время и деньги не забываем про демпферную ленту по периметру то есть вся квартира по всему периметру помещений у нас сделан демпферная лента это все помогает избежать появления трещин важный момент по стяжке после того как вам ее сделали ее накрыли пленкой вы приходите на следующий день снимаете пленку проливаете все обильно водой закрываете пленкой обратно через день приходите опять на квартиру снимаете пленку проливаете обильно водой накрываете так нужно делать три-четыре раза на протяжении недели почему когда у вас цементно содержащий раствор набирает прочность у вас выделяется тепло влага испаряется без воды цемент не может набрать ту заданную марочную прочность на которую он рассчитан поэтому не жалейте воды проливайте я постараюсь вставить ролик как мы проливаем стяжку чтобы вы наглядно видели как это делается после того как мы сделали стяжку мы приступаем к электрике электрику мы делаем по потолку в серый пвх гофре кабель мы используем ввг нг лс гост на розетке у нас идет три на два с половиной сечения на освещение три на полтора и вот посмотрите вот такой силовой щит мы собрали каждый потребитель у нас подписано чтобы было понятно кто за что отвечает здесь у нас силовой щит здесь у нас слаботочный что важно знать про электрику штробы должны быть строго вертикальные то есть вот подрозетник кабель пошел строго вверх никаких под 45 градусов никаких горизонтальных либо вниз либо вверх другого не дано особенно это опасно на кухне потому что когда все стены белые приходят мебельщики и начинают набивать свои дюбеля для креплений и могут попасть кабель поэтому здесь это особенно актуально вот подрозетник все кабель пошел вверх подрозетник кабель пошел вверх и так далее то есть вероятность того что мебельщики попадут в кабель намного снижается но даже эти мероприятия не всегда спасают заказчиков от пробития кабеля людей кто монтирует кухни поэтому подбирайте мебельщиков особенно тщательно когда мы собрали всю электрику покупаем самые дешевые розетки и выключатели монтируем их и проверяем работоспособность всей системы как у нас включаются как включаются заказчик может прийти на квартиру уже походить так сказать по комнатам по щелкать выключатели и понять что ему нужно добавить что убавить где розетку допустим какую-то дополнительную сделать то есть он уже может почувствовать как он ходит в квартире и как у него организовано включение-включение освещения и электроснабжение по всей квартире вот такой инженерный ремонт получился в жилом комплексе бригантина все ваши вопросы пишите пожалуйста в комментариях либо по номеру ватсап который я оставлю в описании к данному видео спасибо что досмотрели это ролик до конца всем пока